здравствуйте добрые русские люди не русские не добрые нелюди тоже здравствуйте сегодня мы с вами поговорим про историю историческую память и войны вокруг памятников мы с вами живем в россии поэтому начнем по обыкновению с привычной нам американской повестки несколько лет тому назад по сша прокатилась волна монументального ревизионизма сносили памятники южанам конфедератам первая волна войны с памятниками началась пятнадцатом году а в семнадцатом году прославился небольшой городок шарлоттсвиль вирджинии где местные власти решили убрать из городского парка монумент генералу роберту ли который командовал войсками конфедерации в гражданскую войну сам парк при этом хотели переименовать из парка имени ли в парк эмансипации в ответ в город слетелись недовольные правые со всей страны а также их противники закончилось дело тем что один ультраправый ревнитель истории протаранил толпу оппонентов на автомобиле задавив насмерть женщину что послужило поводом для новой волны сноса памятника и обвинений в ревизионизме казалось бы причем здесь мы вопрос хороший однако по моим наблюдением в российских соцсетях тогда плач по конфедератским монументам звучал чуть ли не громче чем собственно в американских и это объяснимо ведь вообще непонятно как можно не любить южные штаты человек родившийся и выросший в россии не любит конфедерацию не понимает ее красоты заливных лугов техаса бескрайних болот луизианы звуков гимна диксела ведь ты же русский ты родился в россии ты ходил в среднюю школу ты служил в северо-вирджинской армии ты ездил в ричмонд в ричмонд ездил сука в общем это русская любовь конфедерации странное явление ну как бы то ни было снос памятников конфедератам обсуждался даже на российском телевидении а уж сети полно людей готовых поведать что южные штаты сражались вовсе не за рабство а памятники генералам юга вовсе не символы расизма сша такой подход имеет даже отдельное название the lost coast это взгляд на событие который долгое время был популярен на юге он подразумевает что во первых рабство было не так уж плохо а во вторых воевали вообще не за него просто благородные южане защищали свой образ жизни перед лицом северных агрессоров решивших навязать свободолюбивым штатам свою волю но вот беда есть декларации о причинах сицессии где пять основных южных штатов со всей южной благородной непосредственностью объясняли почему они решили выйти из состава союза подсчитано даже сколько места в каждой из деклараций уделено вопросу рабства декларации джорджи это 56 процентов миссисипи 73 техаса 54 у южной каролины всего-то 20 респект повстанцам из южной каролины в каждой декларации защита рабства обозначена в качестве цели вопросу о правах штатов тоже уделено немало текста однако догадайтесь каким конкретным примером все это сводится штат миссисипи жалуется что против вступлению новых рабовладельческих штатов союз северяне тем самым препятствуют расширению рабства миссисипи и джорджи отмечает что рабство это важнейший институт от которого зависит экономика юга представители миссисипи пишут что удар по рабству станет ударом по всей цивилизации торговли южане были недовольны избранием линкольна связи с тем что республиканская партия это партия противников рабства высказывали также недовольство тем что союз не может обеспечить исполнение закона о беглых рабах предписывавшего возвращать тех хозяев то есть декларации сводятся к тезису рабство это наше все подытожить это можно цитата из краеугольной речи вице-президента конфедеративных штатов александра стивенса наш фундамент краеугольный камень это великая истина которая гласит что черный не равен белому человеку что рабство подчинение превосходящей расе это естественное его состояние наше новое правительство первое в мировой истории основана на этой великой физической философской и моральной истине таким образом лидеры конфедерации вероятно бы очень удивились услышав будто они заварили всю кашу вовсе не из-за рабства чтобы разделять представление формата the lost cause требуется феноменальное умение игнорировать источники доступные буквально в один клик но самое удивительное многие так и поступают по данным на 2011 год примерно 50 процентов опрошенных американцев убеждены что поводом гражданской войне стали права штатов и примерно 40 процентов что рабство обратите внимание что the lost cause не является фальсификацией поборники таких взглядов не фабрикуют собственные источники и не отрицают существование декларации о причинах сецессии они просто не замечают этих фактов при этом придавая больший вес другим вопросу прав штатов экономическому давлению с севера пошлиным и тарифом тому что на стороне союза были рабовладельческие штаты а линкольн поначалу не планировал полностью отменять рабство поэтому такие концепции невозможно окончательно списать со счетов они строятся не на отрицании фактов а на их выборочном игнорирование на вопросе о том какие факты главные а какие второстепенные поэтому в сша всегда найдутся как те кто будет сносить памятники так и те кто будет их защищать однако давайте вспомним что мы все-таки живем в россии мы можем только позавидовать тому как легко слетают американские монументы ведь у нас здесь своя привычная советская топонимика пройдешь по улице террористов свернешь на проспект идеолога массовых расстрелов а затем выйдешь к метро имени детоубийцы это был бы интересный квест проложить маршрут через любой постсоветский город так чтобы при этом не почтить память какого-нибудь людоеда однако когда речь заходит переименование советских улиц и тем более сносе советских памятников это встречает сопротивление еще более ожесточенное нежели устраивают фанаты американских рабовладельцев но при этом защита советской людоедской топонимики подозрительно напоминает риторику the lost cause вам расскажут о том что во-первых репрессии это не так уж плохо а во-вторых в америке тоже интернировали японцев и мы линчевали негр речь снова не об отрицании фактов о выборочном их игнорировании есть конечно уникумы утверждающие будто поляков коты не расстреляли марсиане и тому подобное но в целом никто не отрицает ни красного террора не массовых репрессий 30 если любители американских рабовладельцев смещают внимание на правовые коллизии штатов и на тот факт что в 19 веке расизм был мейнстримом то любители советских людоедов любят поговорить про необходимость индустриализации напомнить что на западе тоже были гонения инакомыслящих главное при этом не уточнять масштаб тогда и советские репрессии можно сравнить с американским маккартизмом если мы посмотрим вокруг то обнаружим что конфликтующих версий истории достаточно много часто они обвиняют друг друга фальсификациях но в реальности дело в основном именно выборочном подходе к факту при этом зачастую люди умудряются игнорировать факты которые лежат на поверхности на события далекого прошлого сильно влияют на современную политику люди готовы перегрызть друг другу глотку из-за событий многолетней а то и многовековой давности почему так происходит для начала попробуем разобраться что же представляет собой история что такое история здесь я в целом буду следовать тому как объясняет это джон арнольд профессор средневековой истории в кембридже автор соответствующей книги из известной серии кратчайших видений наверняка вы слышали популярное мнение будто история это не наука разновидность то ли литературы и то ли пропаганды история это действительно не та наука где можно проверять гипотезы при помощи экспериментов как скажем физики но тем не менее историки обязаны опираться на факты что такое исторический факт это попросту то что подтверждается первичным источником или первоисточником то есть таким что наиболее близок событиям это например хроники или археологические находки если еще вторичные источники это в основном труды самих историков чтобы не заявлял историк он обязан ссылаться на источники это отличает его от шарлатана кажется все просто история как наука это когда опираются на факты изложенные в источниках считается что профессиональная историческая наука началась когда грянула промышленная революция многие обществе стали богаты настолько что получили возможность содержать людей занятых сугубо посещением архивов и написанием монографии началась эра позитивизма не в конце девятнадцатого века немецкий историк леопольд фон ранке объявил о том что задача историков это излагать прошлое только так как оно реально было спасибо кэп в действительности это не было такой уж революции предшественники современных историков так называемый антиквар или антиквария ренессанса эпохи просвещения целом неплохо понимали что такое критическое исследование источников и внимание к деталям просто они не были профессионалами в современном смысле этого слова нынешняя историческая наука использует множество разнообразных способов определения подлинности источников и вероятность фальсификации крайне невелика но с установлением подлинности источников проблемы только начинаются ведь есть огромное количество источников которые содержат огромное количество фактов для того чтобы превратить все это месиво в нечто мало-мальски понятное требуется просеять источники и факты через некий фильтр и организовать в некую структуру если задача историка звучит скромнее нежели описание всего от начала и до конца времен ему нужно где-то начинать и где-то заканчивать история как известно делится на периоды эры эпохи и тому подобное также понятно что деление это весьма условно обычно считается что средние века это с 500 по 1500 год но есть и альтернативные версии при этом периодизация изначально предназначенная для западной европы утрачивает смысл когда речь заходит про историю скажем азии двадцатый век это сотня лет но с точки зрения некоторых историков событийный двадцатый век это период 14 по 91 год понятно какие события оказываются засечками точно также и сами исторические события несколько размыты во времени взять ту же гражданскую войну в сша да понятно что это 1861 по 1865 но с чего она началась с декларации о сицессии или стоит отмотать время назад до 1820 года когда был принят миссурийский компромисс подразумевавший что рабовладельческие свободные штаты необходимо принимать в союз ровно поровну дабы поддерживать хрупкие балансы а когда закончилась гражданская война шестьдесят пятом году с капитуляции юга но быть может она по-настоящему закончилась лишь в 1930 году символическим примирением ветеранов на полях гетисберга а то и в шестидесятые годы когда была окончательно побеждена сегрегация в общем стоит углубиться в причины и следствия как мы получаем множество разных вариантов далее возникает вопрос какие именно факты следует выбирать из того огромного множества которые содержат источники кого-то венчали на царство в то же время кошка маруся родила пятерых котят первое событие может показаться более значимым но только не в том случае если вы пишете историю кошек в общем мы возвращаемся к тому что было вначале к выборочной подборке фактов этот фильтр через который историк просеивает факты называется словом нарратив этот нарратив отражает его общее представление о мире для средневековых авторов была важна поучительная риторика и концепция божественного проведения в эпоху просвещения когда в моду вошел культ разума начались поиски универсальных естественных законов исторического развития часто в центре политического повествования оказываются правители генералы и государства и прочие политические силы такой подход политического реализма принято отчитывать еще от греческого историка фукидида джон арнольд со ссылкой на одного современного автора называет это башней политической истории в которой история была заперта долгое время но к счастью ей удалось оттуда выбраться выбравшись из политической башни фукидида история двинулась в сторону экономики затем в сторону социологии и сегодня у нас уже есть множество самых разных историй экономическая военная религиозная культурная есть всякие штуки вроде истории повседневности а также вещи вызывающие особенные страдания у широкой публики вроде гендерной истории история одних и тех же событий может меняться в зависимости от того с точки зрения людей какого сословия вероисповедания пола или цвета кожи она рассказана так история пресловутой гражданской войны очевидно выглядят по-разному с точки зрения тех кто исчачил на плантациях и тех кто их погонял аналогичным образом советская история будет выглядеть иначе в глазах тех кто проводил парады победы и те кто сгинул в безымянных могилах в зависимости от этого разным фактом будет предаваться разный вес таким образом не существует в природе никакой простой истории научный объективный показывающий прошлое таким каким оно было есть разные нарративы история может быть чередой деяний королей и полководцев а может быть смена экономических формаций под влиянием безликих производственных сил история может быть написана с позиции бедных и богатых мужчин и женщин и так далее и получается что нельзя с полной уверенностью сказать будто один нарратив лучше другого они попросту разные поэтому неудивительно что есть люди убежденные будто история это нечто вроде литературы или пропаганды создание красивого захватывающего нарратива сродни писательскому мастерству тогда как выбор точки зрения это вообще про классовую борьбу но для меня такой подход это слишком уж постмодерн мне больше понравилось то как описывает это джон арнольд широком смысле историки всегда неверно понимают историю ведь ее невозможно понять абсолютно правильно любые исторические свидетельства имеют проблемы противоречия неопределенности однако постоянно получая недостаточно верные интерпретации историки стремятся сделать их верными опираясь при этом на факты поэтому просто не следует воспринимать историю как нечто застывшие было так а не иначе это скорее бесконечный процесс уточнения и расширения интерпретации историки тоже живые люди которые несмотря на профессиональные стандарты неизбежно несут материал свои предпочтения и предрассудки однако именно разные точки зрения разных людей расширяют наше пространство интерпретации поэтому выходит что все таки можно сказать что одни нарративы лучше других например они лучше укоренены фактах или содержит меньше противоречий но нельзя сказать что какой-либо нарратив является венцом науки и показывает нам события так как они реально были однако это все в теории рассуждение равноправных нарративах актуально разве что для академической дискуссии да и то далеко не всегда на практике же если вы выходите с каким-либо непривычным нарративом к широкой публике велика вероятность что вас не просто подвергнут критики нахрен оторвут вам голову и далее я расскажу почему так происходило происходит и будет происходить как мы уже выяснили люди склонны спорить не столько фактах сколько об их выборке о нарративах однако в публичном поле никто и никогда не признается что излагает всего лишь какой-то там нарратив взобравшись на трибуну все неизменно бьют себя пяткой в грудь и кричат что излагают ту самую научную объективную единственную настоящую историю оппонентов обвиняют в ревизиальности и переписывание истории что означает лишь то что некто вам неприятный пытается протолкнуть непривычный вам нарратив а самыми привычными для публики пожалуй были и остаются нарративы националистические профессионализация исторической науки некогда совпала с эпохой становления национальных государств история стала одним из важнейших инструментов конструирования национальной идентичности и поныне то что можно обнаружить школьных учебников это именно националистический нарратив когда-то философ эрнест ренан писал что забвение или лучше сказать историческое заблуждение является одним из главных факторов создания нации по мнению ренана существование французской нации подразумевала необходимость забыть о резме на юге франции в тринадцатом веке варфоломееву ночь и прочие эпизоды массового насилия исследователь национализма бенедикт андерсон в книге воображаемые сообщества иронизировал по этому поводу дескать с чего бы современником ренана а это конец девятнадцатого века вообще помнить варфоломееву ночь и тем более события средних веков не потому ли что государство к тому времени уже выстроила систему массового образования и молодым французам вбивали в голову все эти события под видом национальной истории брата убийственных войн националистический нарратив это яркий пример подхода который проецирует настоящее в прошлое он подразумевает что люди населявшие территорию современной франции в тринадцатом веке уже были неким прообразом французов а в учебниках по российской истории можно прочитать о том что варяги попавшие на русь середине девятого века были оказывается основателями некого российского государства затем это государство пережило период феодальной раздробленности чтобы потом быть заново собранным это тоже пример очевидные наивные проекции настоящего на события прошлого национальный нарратив конструируется не только вокруг давних событий но и вокруг относительно недавно однако это всегда происходит позже так как создание нарратива требует некоторого времени the lost cause на котором я говорил в начале тоже специфическая разновидность национального нарратива американских южан первые ростки the lost cause начали появляться сразу после войны так например называлась книга одного автора из вирджинии вышедшая в следующем после капитуляции году однако широким распространением всех этих баек о благородных дикси равно как и установкой большинства памятников занимались общественной организации такие как например объединенные дочери конфедерации объединились они в 1894 году спустя почти 30 лет после войны поэтому когда сегодня американских либералов и прочих разрушителей привычных национальных нарративов обвиняют в том что они занимаются историческим ревизионизмом в угоду повестки надо понимать что и сами эти нарративы создавались в угоду другой повестки почему национальные нарративы сегодня разрушаются ведь когда-то они приносили людям большую пользу они требовались чтобы обосновать что наш колониализм самый благородный на свете наша война за территории самое справедливое ведь мы просто возвращаем наши исконно-посконные земли занятые подлым и коварным соседам поэтому кстати нарративы разных стран часто конфликтуют и распространенные случаи когда герои превращаются в людоедов просто после пересечения какой-либо границы однако национальные нарративы по большей части создавались давно еще в до информационную эпоху когда вход в архивы был зарезервирован лишь для узкого круга доверенных джентльменов сегодня мы живем в другую эпоху когда в архивы пускают кого не попадя информация распространяется мгновенно а выпекать новые нарративы можно как горячие пирожки все эти ветхие конструкции девятнадцатого века оказываются очень уязвимы достаточно указать на противоречащие привычному повествованию факты вытащить на свет божий все эти скелеты которые есть в истории каждой страны геноциды религиозные войны и все прочее что эрнест ренан так настоятельно рекомендовал забыть но посягательство на привычные нарративы это всегда болезненный процесс чреватый обвинениями в подлом ревизионизме коварном шпионаже и так далее и вот почему есть всякие глубокомысленные фразы дескать кто не знает своей истории тот обречен повторять ошибки прошлого знание истории нужно чтобы лучше понимать настоящее будущее и так далее но мы уже успели выяснить что не существует никакой единой истории с большой буквы есть множество разных историй где разные нарративы позволяют нам делать разные порой диаметрально противоположные выводы поэтому история которая точно чему-то учит однозначно что-то доказывает или гарантированно не допускает повторение ошибок прошлого существует лишь для политиков журналистов и прочих жуликов но чтобы понять зачем нам реально нужна история достаточно представить что ее вдруг не стало возможно в обществе было бы меньше конфликтов если бы люди перестали спорить о том что там было сто лет назад как назывались корабли и сколько было истребителей однако при этом мы были лишились кое-чего важного индивидуальности джон арнольд пишет что мотивации историков сродни естественному желанию обладать памятью история для общества это все равно что память для индивида а память это наше представление о себе для нашего я важно его отношения к разным мы что нас объединяет с другими что нас отличает таким образом коллективная история неизбежно оказывается частью нашей индивидуальной памяти иван курилов историк из европейского университета в санкт-петербурге интересно объясняет почему именно сегодня стало так много споров об исторической памяти дело в том что привычные нам политические координаты сегодня оказались размыты и утратили былое значение зато отношение к разным историческим событиям стало важным групповым маркером например в сша либерал вы или консерватор мне так уж много скажет о ваших взглядах а вот вопрос вы за памятник генералу ли или против скажет о вас гораздо больше аналогичным образом и в россии ярлыки вроде либерал патриот или националист мало что говорят о реальных взглядах людей а вот то как кто оценивает роль товарища сталина в великой отечественной войне дает куда более точные определения в общем история нам требуется для того чтобы классифицировать себя и окружающих связи с исторической памятью также часто можно слышать разговоры о некой коллективной травме при этом разговора обильно приправлены эдакой психотерапевтической риторикой дескать травму нужно прорабатывать иначе она будет болеть и отвалится такой подход само собой является примером чистого магического мышления когда аналогию с человеческим телом не критично переносит на общество поэтому социолог джеффри александр в книге травма социальная теория называет это late trauma theory что можно примерно перевести как бытовая теория травмы и говорит что в действительности память о коллективной травме в обществе это нечто такое что конструируется а затем просто передается последующим поколением через обучение всякие социальные ритуалы просто задумайтесь о том сколько национальных классовых и прочих популярных групповых идентичности построены на постоянном пережевывании обид и несправедливости прошлого да практически все так происходит потому что травма это такой эмоциональный клей который делает нарратив особенно вязким и приставучим и здесь мне вспоминается американский антрополог harvey white house с его работой о том как процессе ритуалов инициации в сообществах охотников-собирателей новоиспеченные члены племени проходят через разные болезненные процедуры в итоге память о совместных страданиях укрепляет социальные узы племени пару лет своей жизни white house провел в одном племени в новой гвинеи где практиковался знаменитый культ карго жители верили будто все технологические чудеса которыми пользуются белые это артефакты загробного мира скоро духи предков вернуться дабы одарить этими чудесами родное племя все это сопровождалось различными ритуалами как приятными так и не очень дабы убедить духа в своем хорошем поведении но самое удивительное что этот конкретный культ им благополучно существует уже 50 лет живет и здравствует и поныне несмотря на то что духи и предков ожидаемо не спешат возвращаться казалось бы за столько лет даже охотники собиратели могли бы разочароваться в ожидании но при этом white house вспоминает что эти его родных соединенных штатах тоже хватает людей которые верят что бог создал землю 10 тысяч лет назад положив при этом кости динозавров человеческие сообщества объединяются не вокруг фактов напротив во многих случаях люди объединяются фактом вопреки это как с любимой футбольной командой победы это хорошо однако подлинная верность проверяется во времена тяжелых поражений любой может быть лояльным когда факты на его стороне а вот попробуйте когда наоборот похоже что современные общества отличаются от так называемых примитивных в основном тем что не травмируют новые поколения физически полагаясь больше на силу воображения учебники музеи памятники траурные мероприятия все это ритуалы призванные обеспечить лояльность нарративу при этом лояльность измеряется не тем насколько мы следуем фактом а наоборот тем что мы остаемся верны групповым представлениям вопреки фактом и здравому смыслу кажется это объясняет почему в сша до сих пор столько приверженцев the lost cause а в россии любителей советских и имперских нарративов объясняет почему споры об исторической памяти настолько бессмысленны на люди не меняют своих позиций сколько не тыкаем фактами в лицо столкновение нарративов это не научная дискуссия а скорее религиозная война атакуя чужой нарратив вы посягаете на чью-то идентичность на его я поэтому даже сталкиваясь с аргументированной критикой люди легко могут включить режим поддерживаем любимую футбольную команду и в горе и в радость следовательно споры будут продолжаться памятники будут сносить ставить новые а потом опять сносить и что же с этим совсем тогда делать хороший выход из этой ситуации подсказывает опять же история в римской империи когда началась текучка императоров и приходилось часто менять монументы придумали гениальное решение статуи со сменной головой ну чтобы не переделывать всякий раз целиком так и сегодня можно было бы сделать какие-нибудь монументы конструкторы легко меняющиеся при смене нарратива а еще лучше заменить памятники газонами велодорожками и прочим урбанизмом а бескомпромиссные бои за историческую память вести в виртуальном пространстве например в майнкрафте только представьте себе анонс добрые русские люди объявляем всеобщую мобилизацию набегаем на сервер и ставим памятник генералу ермолову на следующий день набегают оппонент и меняют на имама шамеля а потом прибегают треть и ставят статую императору человечеству он тоже заслужил но это все мечты в реальности публичные бои за историческую память будут с нами еще долго как к этому следует относиться если принимать во всем этом участие то относиться стоит с осторожным скептицизмом дабы не оказаться в ментальном плену больших нарративов которые требуют от вас однозначной лояльности заражают сильными эмоциями и сопряжены со всякими социальными ритуалами здесь я в первую очередь имею ввиду нарративы националистические однако далеко не только их это шило сегодня легко заменяется на мыло классовые борьбы борьбы с колониализмом или патриархатом первая причина держаться подальше самое очевидное на протяжении веков большие нарративы служили инструментами государственной пропаганды на первый взгляд они кажутся отличной сделкой вроде тех что предлагают мошенники камевояжоры практически бесплатно вы получаете много приятных эмоций гордость за принадлежность к великой нации уходящий корнями к самому царю гороху пафос праведной жертвы вечно окруженные врагами эксплуататорами и тому подобным однако затем оказывается что все это было в кредит нехорошо еще если оплату потребуют деньгами а не кровью как это происходило в национальных государствах на протяжении последней пары веков вторая причина для скептического отношения к воинам памяти искренне уверовать в некий большой нарратив означает надеть на глаза шоры слишком уж многое предписывается паринановский забыть поэтому как ни парадоксально но всякие националистические и патриотические нарративы больше препятствуют изучению собственной истории нежели помогают они делят эту историю на правильную неправильную загораживают все многообразие и сложность ревностно отстаивая свой выборочный подход и наконец третье самое главное будучи разумными существами нам прежде всего следует стремиться к интеллектуальной свободе вряд ли мы способны полностью избавиться от влияния стадного чувства однако можем постараться не впадать в совсем уж унизительную зависимость от нарративов поэтому прежде всего следует знакомиться с разными нарративами дабы они не застаивались у вас в голове знакомиться с историей политической и социальной истории колонизаторов и колонизированных и даже простите с гендерной истории а если вам кажется будто вы все поняли и знаете как оно реально было что-то пошло не так ведь никакой настоящей истории не существует если бесконечный процесс уточнения фактов расширение интерпретации прочего познания ну а памятники это в конце концов просто куски бронзы мрамора или гранита а